Здравствуйте! Рассмотрим первый вопрос нашей темы всем. Он звучит так. Вариация. Вариация это различие индивидуальных значений признака. Знакомый термин. У единиц. Второй термин. Изучаемый в совокупности. И здесь появляется для нас новое понятие. Различия. Это весь смысл вариации. Различия признаков. И вот исследование этих различий или вариаций. Имеет большое практическое значение. И очень важно для нас, как будущих профессионалов в сфере туризма и гостеприимства. Почему мы изучаем вариацию? Дело в том, что средняя, являясь равнодействующей, как мы знаем, выполняет свою основную задачу с разной степенью точности. Попробуем пояснить смысл вариации графически. Допустим, у нас есть некая точка отсчета по шкале Х, по которой мы ведем учет наблюдаемых признаков. Например, мы получили несколько признаков вариантов. Посчитали среднее и получили, что где-то вот в этой точке у нас находится среднее. Для первой совокупности наблюдаемых событий. Затем мы получили наблюдение у другой совокупности. Получили эти значения. К примеру, вот такие. Посчитали среднее по той же известной формуле расчета простой арифметической средней. И у нас получилась такая ситуация, когда эти средние равны для первой и второй совокупности. И вот здесь мы видим, что вот этот диапазон значений для второго случая, он резко отличается от диапазона значений для второй совокупности. Точнее, для первой. Вот смысл понятия вариаций. Среднее равно, а вариация разная. То есть, по степени вариаций можно судить о границах вариации признака. Судить об однородности, совокупности по данному признаку и так далее. Необходимо отметить, что такая вариация осуществляется с помощью абсолютных и относительных показателей. Первая группа – это абсолютные показатели вариации. Вторая – это относительные. Рассмотрим абсолютные. Первую группу показателей вариации. Это размах. Это среднелинейное оклонение D с черточкой. Это дисперсия. Сигма квадрат. И среднеквадратическое оклонение сигма. Размах вариации. Он считается очень просто. Вот мы видим здесь на экране. Максимальное значение минус минимальное. Все очень просто. То есть, показы пределов, в которых изменяется величина в зависимости от изучаемой совокупности. Посмотрим маленький пример. Например, у нас имеется 5 претендентов, у которых стаж работы разный. 2, 3, 4, 7 и 9 лет стаж работы. Так вот, максимальное значение минус минимальное дает на значение размаха. То есть, 7 лет. Так вот, для характеристики различий значений признаков выделяют средние значения показателей, основанные на учете отклонений от средней арифметической. Вот знакомый нам уже показатель x и t. Это какое-то первое, второе, третье и так далее значения переменной. Из него вычитается значение средней. Вот это и будет являться такой обобщенной характеристикой. Разница отдельного значения и среднего значения. Однако, в избежание превращения в ноль суммы отклонений вариантов используется сумма по модулю. Вот эти две черточки вертикальные. Это и есть модуль этой разницы. Это сумма абсолютных значений. Разница имеется случайной величиной и ее средней. Или возводится в квадрат. В этом случае никогда такая сумма разниц не будет равна нулю или не будет отрицательной величиной. Это тоже понятно. Как вариация может быть нулевой или иметь отрицательное значение. Вот именно поэтому берется или сумма по модулю, или сумма квадратных этих отклонений. Рассмотрим среднелинейное и среднеквадратическое отклонения. Итак, среднелинейное отклонение это среднее арифметическое из абсолютных отклонений отдельных значений признака от средних. Вот мы видим эту формулу. Значение признака, первое, второе и так далее. Из него вычитается среднее простое арифметическое. Берется этот модуль. И сумма этих разниц дает нам числитель. И делится на количество наблюдений. И вот простой пример. Опыт работы у пяти претендентов на предшествующие работы, это тот же самый пример, составляет 2, 3, 4, 7, 9 лет. Если посчитать среднее, это будет их среднее 5 лет. И дальше очень простые вычисления. 2 минус 5 будет 3. По модулю минус 3 обращается в 3. 3 минус 5 будет минус 2, означает 2. Если произвести эти вычисления, мы получаем числители 12, а 5 это количество наших наблюдений. Количество таких признаков. 1, 2, 3, 4, 5. То есть это не среднее, это количество таких наблюдений. Вот по этой форме. Это n. Получилось 2,4 года. Так мы определили. d черточкой. Среднее линейное отклонение. Как мы уже с вами знаем, еще имеется среднее линейное взвешенное. Когда учитывается и частота f. Коротко напомню такой пример. Допустим, у нас имеется значение от 50 до 100. От 100 до 200. точнее до 150 и так далее. Но частота f, это значение диапазонов. Но частота f у них разная. Допустим, здесь 3, здесь 5. В этом случае вот умножают на вот эту частоту f. Но, однако, на практике такая формула взвешенного среднего линейного применяется относительно редко. Переходим к рассмотрению среднеквадратического отклонения. Как мы видим, это наиболее совершенная характеристика вариации. Она так же, как и среднее линейное отклонение избавляет нас от нулевых и отрицательных значений варианты, точнее вариации. Смысл ее в том, что это квадратный корень Из среднего квадрата отклонений отдельных значений признака Итак, квадратный корень есть Из среднего квадрата отклонений отдельных значений признака А средний арифметическое Отдельное значение x и t Вот средний арифметическое Эту разницу возводим в квадрат и эти квадраты суммируем, делим на количество наблюдений n. Получается средний квадрат отклонения отдельных значений по средней арифметической. Это и есть среднеквадратическое отклонение, простое. В нашем примере, если подставить такие значения, мы получаем 2-5 в квадрате плюс, то есть суммируем, квадрат второй разницы, 3-5 и так далее, делится на n, на 5. Извлекается квадратный корень и получается среднеквадратическое отклонение, простое. При этом между среднеквадратическим и среднеквадратическим и среднеквадратическим отклонением имеется отношение. Сигма примерно на 25% больше, чем среднеквадратическое отклонение. Что означает понятие нормального распределения, мы по программе не проходим, это из теории вероятности больше. Но по смыслу нормальное распределение означает, что случайная величина относительно среднего распределена. Но частота ближе к центру, чем дальше от середины, от среднего значения, тем эти отклонения встречаются реже. Вот что значит нормальное распределение в двух словах. Среднеквадратическое отклонение в этом является абсолютной мерой вариации. Используется для определения значений ординат. Предельные значения кривой нормального распределения. Она помогает оценить точность выбранных характеристик вариации. А также при оценке границ вариации в однородной совокупности. Вот такие полезные свойства имеет эта сигма. Еще раз повторим. Позволяет оценивать точность выбранных характеристик. Оценивать границы вариации признаков, если совокупность однородная. Посмотрим следующее понятие. Следующий показатель вариации это дисперсия. Как мы видим тут ничего сложного нет. Обозначается она как сигма квадрат. Представляет средний квадрат отклонений. Индивидуальных значений у средней величины. Но без квадратного корня. Поэтому здесь добавляется квадрат. Для нашего примера сигма квадрат равна 6,20. Мы уже эту величину вычисляли. Аналогично существует формула определения дисперсии взвешенной. Так же учитывается частота f и t. Более удобно дисперсию вычислять по вот этой формуле. Сигма квадрат равно разнице между квадратом значения признака минус квадрат средний. Однако чаще всего применяется именно вот эта формула сигма квадрат. Итак, мы рассмотрели абсолютные показатели вариации. Размах, среднелинейное отклонение, дисперсию и среднеквадратическое отклонение. Теперь рассмотрим с вами следующую группу показателей вариации. Относительные показатели вариации. Абсолютные, теперь относительные. Они включают в себя меньшее количество таких показателей. Первый показатель коэффициент осцилляции vr. Второй, относительное линейное отклонение. Или линейный коэффициент вариации. И просто коэффициент вариации относительное отклонение v7. Дело в том, что сравнение вариаций нескольких совокупностей по одному и тому же признаку, а тем более по нескольким различным признакам, с помощью абсолютных показателей, не представляется возможности. То есть разные совокупности. И вот в таких случаях поменяются относительные показатели вариации. И вычисляются они достаточно просто. Как отношение абсолютных показателей вариации, которые мы уже знаем, к средней. И вот мы видим эти формулы. Коэффициент осцилляции представляет собой отношение размаха r к среднему арифметическому отклонению. Относительное линейное отклонение представляет собой отклонение, среднего линейного отклонения к среднему простому арифметическому. И коэффициент вариации v7 представляет собой отношение среднего квадратического отклонения к его среднему. Рассчитываются и другие относительные характеристики, но мы их здесь рассматривать не будем. Кто желает их, может посмотреть это отношение к медиане. Но на практике чаще всего вычисляется коэффициент... Чаще всего вычисляется коэффициент вариации. Нижней границей этого показателя является 0. От 0 измеряется коэффициент вариации. Верхний предел он не... Но смысл в том, что с увеличением вариации признака увеличивается и его начинь. Коэффициент вариации также характеризует однородность совокупности. Рассчитаем коэффициент вариации на основе среднего квадратического отклонения для следующего примера. Здесь пример касается расхода сырья на единицу продукции. Для сферы туризма и гостеприимства такой пример можно было бы поменять по расходу затрат на одну некую типовую услугу. Например, затраты на проживание одного посетителя в отеле в одни сутки в одном стандартном типовом номере. Итак, по одной технологии х средняя получилась равным 10 и сигма первая получилась равным 4. А по другой технологии средняя получилась меньше и средняя квадратическая отклонения также получилась меньше. Если сравнивать эти величины, то могли бы получить неверное представление о том, что вариация или изменение расходов по первой технологии интенсивнее, чем по второй, так как сигма первая больше, чем сигма второй. Однако, относительная мера вариации сигма деленная на х позволяет сделать противоположный вывод. И вот мы видим, что для первой технологии вариация равняется 40%, а для второй технологии она равняется 50%. То есть, для второго случая вариация или разброс значений выше. Ну, давайте рассмотрим примеры расчета показателей вариации. Например, на этапе отбора кандидатов для участия в осуществлении сложного проекта фирма объявила конкурс профессионала. Распределение претендентов по опыту работы показало следующие результаты. Итак, группы конкурсантов по опыту работы. Первая колонка до 4 лет. От 4 до 6. От 6 до 8. От 8 до 10. И более 10 лет. Это первая колонка. Это группы конкурсантов по опыту работы. Далее, частота или число конкурсантов человек также представлен во второй колонке. Для первой группы конкурсантов 10. Для второй 10 человек. От 6 до 8. Третья группа 50 человек. И так далее. Итого, 100 человек принимает участие в конкурсе. Необходимо вычислить средний производственный опыт в годах. Х и Т. Это значение. Варианты. 3 года в стаж. До 4 лет. 3 года. Для этой группы. От 4 до 6 лет. Значение равно 5. И так далее. В нашей таблице мы видим значение Х и Т. От 6 до 8. Значит, 7 лет. От 8 до 10. 9 лет. И так далее. Вот наша таблица исходных значений. Далее в этой таблице производится вычисления. Достаточно простые. Следующая колонка. Следующая колонка. Х и Т умножить на Ф и Т. Х и Т. То есть, Х первое равно 3. Частота. Частота Ф первая равна 10. Произведение Х первое на Ф первое равно 30. Аналогично и дальше. Х второе равно 5. Частота Ф второе. Частота Ф второе 10. Произведение равно 50. И так далее. Эта колонка достаточно просто вычисляется. И сумма этих произведений равна 720. Хорошо. Следующая колонка. Это разница между Х первым и средним. Х первое равно 3. Х среднее. Вычисляется ниже этой таблички. Мы видим вычисление. Среднее. По формуле. Простой арифметической взвешенной. Вот это знакомая формула. где произведение варианта на ее частоту. Вот наша варианта. Вот ее частота. Дает нам такую дробь. Среднее равняется 7,2 года. Если посчитать в уме. Эту формулу. 3 минус среднее 7,2 года. Получим минус целых 4,2 года. Аналогично. 5 минус 7,2 года. Получим минус 2,2 года. И так далее. Вычисляется следующая колонка. Разница между значением варианты и ее средним. Хорошо. Следующая колонка. Если мы перемножим 4,2 на 4,2 то есть возьмем квадрат этой разницы мы получим 17,64. Это мы получили квадрат отклонения. Варианты от ее средней. Хорошо. Производим вычисления по этой колонке. Вычисляем квадрат разницы между значением варианты и ее средней. Посчитали. Следующая колонка. Перемножаем квадрат разницы между значением варианты и ее средней. на частоту на частоту то есть 17,64 умножить на 10 получаем 176,4. Итак заполняется следующая колонка. Для нужных нам по следующим по следующим формулам. Следующая колонка. Квадрат значения варианты это 3 возвести в квадрат будет 9 и так далее. Заполняется следующая колонка. И наконец последняя колонка это произведение квадрата варианта на ее частоту. То есть 9 умножить на 10 это частота. Получаем 90. То есть все значения в этой табличке нами заполнены. Для чего? Посмотрим что мы видим под этим примером под этой таблицей. Итак средний мы посчитали дисперсия познакомая нам формуле сумма произведений квадрата отклонения варианты под ее средний на частоту у нас равняется 436 где-то это в нашей формуле табличке колонки вот колонка произведения квадрата отклонения случайной величины вот ее средний на частоту и просуммировать мы получаем 436 вот это числитель 436 в знаменателе 100 это сумма частот вот это сумма частот и мы получаем дисперсию сигма квадрат равняется 4,36 хорошо есть еще другая формула расчета дисперсии она дает аналогичный результат 4,36 теперь вычислим среднее квадратическое отклонение по формуле корень квадратный и сигма квадратный то есть корень квадратный из дисперсии он равняется 2,1 года теперь мы можем рассчитать коэффициент вариации он очень простой сигма дисперсия деленная на среднее простое для удобства можно перевести это значение в проценты и тогда умножить на 100 или можно не умножать но если в проценту то получим 29,2% это мы рассчитали коэффициент вариации для данной совокупности мы с вами уже знаем из лекции совокупность считается количественно однородной если коэффициент вариации не превышает 33% могу отметить что вот это значение 33% в разных источниках может быть и разным в нашем примере мы видим 29% близко к 33 достаточно большой коэффициент вариации по своему физическому смыслу это означает что в нашем примере при отборе кандидатов для участия в осуществлении сложного проекта вот это наша знакомая таблица группа конкурсантов и их частота имеет достаточно высокий показатель вариации разброса значений при таком разбросе возникает сложность определения наиболее подходящих кандидатов то есть нужно из всей этой массы отобрать самых лучших но с более тщательным анализом если же коэффициент вариации был бы меньше то мы могли бы прийти к выводу что коэффициент вариации был бы меньше могли бы прийти что задача анализа не является достаточно сложной поскольку все претенденты почти одинаковые по своему уровню квалификации